Всем привет! Сегодня мы приехали в федеральную землю Бранденбург в Германии. 100 километров, нет, где-то 80 километров севернее от Берлина. И вот здесь, значит, мы решили сдать, так сказать, как сдать, решили, да, экзамен сдать на рыболовом. Вот, выдается, значит, после экзамена аттестат специальный с этим аттестатом. Уже вы идете в местные власти, там, где там мы проживаем, допустим, во Франкфурте. Наши местные власти получаются во Франкфурте тоже. Вот, как это по-русски называется, не знаю, там по-немецки называется Unterfischereibeherde, то есть какие-то власти по вылову рыбы и так далее. Вот, ну, в общем, если так коротко, то здесь природа состоит в основном из озер, то есть очень красиво, очень много озер, вот, подобная немножко природа, как и в Латвии. Вот, сейчас, значит, поднимемся к домику, сниму немножко дом, который мы сняли за 50 евро в сутки. Там, значит, 5 кроватей, то есть можно в пятером спокойно ночевать. Двое в одной комнате, двое в другой комнате и один в зале. Кухня и так далее, ну, в общем, вот. Ну, здесь цены невысокие, потому что и зарплаты тоже невысокие. Вот, в принципе, вообще у них тут на земле Бранденбург выглядит все, так, скажем, просто. Нет никаких прибамбасов. Вот, природа природой, все дико. Там, вон, мои два товарища, девушка и товарищ, которые тоже решили сдать экзамен. То есть все мы сдали, вот, на 90% все, получается, сдали. Ну, у кого-то были какие-то маленькие ошибки, вот, ну, все получили разрешение, то есть аттестат, и вот с этим аттестатом уже будем требовать права рыболова, так скажем. Ну, улечка нормальная такая. Ну, ребята, вот, развлекаются. Не знаю, чем заняться. Я сейчас, еще два шага назад, я упал сейчас в воду. Вот, что вытворяет радость с людьми. Вот, в этой деревушке, значит, проживают 103 человека. Как нам объяснили, и тут, оказывается, есть даже остановка, что очень даже интересно. Вот, прямо по курсу, там, получается, где красная машинка стоит, за красной машинкой этот домик, где мы ночуем. Вот, 50 евро ночь стоит на 5 человек. Здесь вот такие домики. Ну, ладно, этот старенький, в принципе, этот тоже старенький. Ну, вот, дальше тут идет вообще красота. Этот домик почему-то мне очень понравился, не знаю, такие красивые ворота. Дом очень простой, старенький сарай. Вот, перед домом вот эта маленькая терраса с цветочками. Ой, ну, очень тихо, очень тихо. Тут, не знаю, невозможно. Если кто в деревне не жил или не живет, тут, не знаю, тут можно помереть, по-моему. То есть, для городских, какая-то просто такая тишина. С одной стороны, очень приятно, потому что голова отдыхает, мозг отдыхает. Это вот церковь местная. Тут даже получается, вот, остановка автобусная на две стороны. То есть, все четко тоже, по правилам. Там сидят наши два рыбака. Одна коллега и один коллега. Тут, в основном, получается, у многих, скажем так, лошадиное хозяйство. Ну, многие тут занимаются лошадьми. Или, как это правильно сказать, я не знаю. Блин, я... Ну, очень часто по дороге встречаем, значит, там, такие подобные поля. Поля, или, как это называется, эти загоны, или что это, да. Вот, где лошади. Вот это здание, как хозяин дома объяснил, это бывшая конюшня, но ее закрыли. То есть, получается, даже в таких скромных уголках Германии, где вообще, то есть, когда-то что-то никого не интересовало вдруг. То есть, тут приехала какая-то там пожарная охрана и говорит, там, у вас нет огнетушителей, у вас нет того, у вас нет сего. И, в общем, конюшню закрыли. И вот это такое гигантское здание просто стоит и тлеет. Вот, и никакой пользы не приносит. Вот она, та же самая конюшня, возле дома получается. И вот здесь владелец дома объяснил, что на этой траве всегда парковались машины. В этой конюшне проводились когда-то, там, говорит, 2-3 года тому назад. Сейчас у нас 21-й год, апрель. То есть, 2-3 года назад тут проводились какие-то большие праздники. Значит, ну, то есть, использовали как-то это здание. Вот, и в какой-то момент, значит, вот эта деревня, в которой проживают, да, 103 человека. Они сказали, вот, нужно огородить вот эту территорию, чтобы здесь не парковались автомобили, чтобы не портили травку. Ну, в общем, они тоже в шоке в большом. Вот так выглядит наш домик, который мы сняли за 50 евро за ночь. То есть, получается, это вот. Вот она рядом конюшня. Вот она улица, вот наша машина, моя машина. Так, вот она улица, где эти остановки автобусные. Две в одну сторону, в другую, да. То есть, одна улица. Так, дом. Вторая улица, которая выводит в город. Такой, скажем, покрупнее город, в котором проживают 30-40 тысяч населения. И вот они, домики идут. Вот так, значит, выглядит внутри дома. Очень уютно, красиво, тепло, батарея, занавески, все чисто. Классный ремонт. Ну, очень удобно вообще. Вот так. Там, получается, прямо кухня. Вот, в зале тут диванчик. Ну, тут, в принципе, можно и вдвоем уложиться. Значит, можно, в принципе, на шестерых рассчитывать. Тут товарищи рыбаки уже празднуют. Ванна довольно культурная. Тоже очень все симпатично сделано. Душевая кабина. Ванная большая. Все чисто. Вообще, ну, очень классно. Декорация. Все так с умом сделано. Вот, самое, что интересно, тоже, да, там, фен. Ну, то, что это вообще не обязаны фен ставить. Ну, в отелях, вообще-то, в Германии, как я слышал, фен только в отелях ставится. Ну, то есть. Здесь, получается, тоже вот. Второй этаж. Крыша. Вот. И здесь еще две комнаты. В одной комнате. Ой, полы такие теплые уж. Приятно ходить. В одной комнате две кровати, значит. Ну, комната, конечно, узкая, но здесь под это и рассчитано, что здесь в основном ночует, так скажем, туристы, которые приехали порыбачить, а не поспать в отеле. Вот. Ну, тут вторая комната, телевизор, две кровати, декорация. Здесь, значит, шкафчик. Вот. Ну, вообще, то есть, настолько приятно, что мы даже как-то с радостью остались на вторую ночь, потому что не хотели сейчас ехать во Франкфурт 650 километров, потому что приехали бы в 2 часа ночи, вот, уставшие. Так что вот такие дела. Едем на Зазву, значит, переночевали. Все отлично. Все выспались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!